Памятник архитектуры конца 19 века. Дом контора инженера Будагова принимает свой первоначальный облик. За более чем вековую историю здание не раз менялось. Коррективы в планировку вынесли и пожары, и прежние жильцы. Александр Медведенко расскажет, что удалось сохранить реставраторам и новосибирским историкам. Вот это вот костыль явно со строительства железной дороги. С помощью таких костылей выкрепляли рельсы к шпалам. Контора Будагова подарила много исторических находок. Все они станут экспонатами будущего филиала музея города. Дом мостостроителей одного из основателей Новосибирска внешне почти восстановлен. Причем реставраторы воссоздали дом таким, какой он был первоначально. За годы прошлого века тут многое изменилось. Пристройка была практически разрушена, крыльца не было там. Там какие-то другие пристройки появились, не все разные. А мы как раз приближаемся к тому первозданному виду. Деревянный сруб и большую часть фундамента удалось сохранить. Исторические части здания бережно отреставрировали. Детали в точности повторяют аналоги прошлого века. Помимо фундамента родными сохранились и вот эти вот пять наличников, которые выходят на улицу Большевистская. В них остались даже трещины с Будаговских времен. Благодаря как раз этим трещинам удалось восстановить родной цвет окон, цвет слоновой кости. Цвет материалов и планировку дома удалось определить по сохранившимся проектам. А вот точный возраст самого здания пока под вопросом. Есть у нас планы сделать дендрологическую экспертизу срезов дерева, из которого это здание построено, которые позволят нам сделать точный вывод, когда были взяты эти материалы. Это планы, экспертиза непростая, поэтому мы надеемся, что к юбилею города у нас уже будет восстановиться точная датировка по дереву. Будем делать благоустройство сразу, бессмысленно совершенно восстанавливать дом и не благоустраивать прилегающую территорию, и оставить ее непричесанной, конечно, нельзя. Поэтому тоже обсуждали сейчас, будем благоустраивать. И здесь планируется, сразу надо планировать улицу, входы, входную зону. Скорее всего, она так планируется оттуда. А здесь, ну, будут красивые зеленые зоны. Откроет новый музей к юбилею города. Он положит начало исторического квартала, который по планам муниципалитета должен стать достопримечательностью Новосибирска. Александра Медведенко, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо.